В праздник перенесения мощей святителя Петра, митрополита Московского в Сея России Чудотворца, святейший патриарх Московский в Сея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Предстоятелю сослужили митрополиты Воскресенский Григорий, Иханты Мансийский и Сургутский Павел. Наш телеканал вел прямую трансляцию богослужения. Церковь воспоминула второе перенесение мощей святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея России Чудотворца в Успенский собор Кремля. В храме, который был возведен 545 лет назад, перед началом богослужения предстоятель Русской Церкви поклонился покоящимся в алтаре честным мощам святителя Петра, митрополита Московского. Патриарх Кирилл совершал богослужение с копией первосвятительского жезла митрополита Петра, который хранится в оружейной палате Кремля. Патриаршие богослужения Патриаршие богослужения посетили заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова, главы городов Югорска и Нягони. Среди молившихся были воины Краснознаменного Ордена Октябрьской Революции, президентского полка, службы коменданта Московского Кремля, Федеральной службы охраны. За литургией была совершена хиротония архимандрита Михаила Малаханова, воепископа Югорского и Нягонского. Иерарх стал правящим архиереем Югорской епархии Хантамантийской митрополии. Святейший патриарх напутствовал епископа Михаила на служение и вручил ему архиерейский жезл. Со смирением и упованием на содействие Божественной благодати, ниспосланный тебе сегодня в таинской хиротонии, шествуй по принадлежащему тебе пути, шествуй и веди за собой врученную тебе пасху, шествуй и не сомневайся, и сам Господь будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, как учит нам Слово Божие. Новый рукоположенный епископ преподал верующим первое архипастерское благословение. По завершении литургии было совершено славление у мощей святителя Петра. Патриарх Кирилл прочитал молитву «Всея России чудотворцу». Святитель Петр – особый святой для всей нашей церкви, которую в Москве почитаем особо. Он прибыл в город на постоянное жительство по приглашению князя Ивана Калиты. С его переездом Москва возвысилась. Сюда из Владимира святителем была перенесена архиерейская кафедра. Москва стала столицей Руси. В проповеди, посвященной особой исторической роли служения святителя Петра и значению совершенного им перенесения столицы Руси в Москву, патриарх подчеркнул. Если бы святитель Петр не перенес кафедру «Всея Руси» из Владимира в Москву, то Москва бы и никогда не стала столицей нашей страны. Вот мне бы хотелось, чтобы эти мои слова услышали все, в том числе и городские власти, и наши интеллигенции, и наши ученые. Вот перенесение кафедры из Владимира в Москву – это и есть тот день, когда мы его должны отмечать как день столицы. Никакой бы столицы в Москве не было, услышьте меня, и те, кто хочет слышать, и кто не хочет, не было бы, если бы не святитель Петр и не перенесение всероссийской, общерусской первопрестольной кафедры в наш город. А произошло это, конечно, по воле Божией, но и по усмотрению святителя. По словам патриарха, это было судьбоносное решение. Объединившись вокруг новой столицы, наше Отечество стало мощным, сильным политически и военно. Перенос столицы в Москву сыграл важную роль в сохранении единства страны и ее процветании. Его святейшество, отметил День памяти святителя Петра, является поводом к усилению молитвы перед великим Божиим угодником о сохранении Москвы и нашего Отечества. Чтобы никакие враги и супостаты не имели ни силы, ни возможности не только что истребить страну, но даже ослабить ее. Потому что сегодня именно наше Отечество, еще раз повторю, в каком-то смысле является тем самым удерживающим, потому что не преклоняем главы перед теми греховными законами, требованиями, вновь устанавливаемыми обычаями, которые противоречат Божьему нравственному закону и никак не способствуют благополучию наших семей, да и каждого человека благословения, святителя Петра и молитва Церкви, несомненно, способны укреплять жизнь каждого, кто с верой обращается, и молитвой и надеждой к великому святому угоднику. Его молитвами дохранит Господь всех нас и докрепляет у нас в вере в православный и в любви к Отечеству. Аминь. В праздничный день были вручены патриаршие награды. Во внимание к трудам на благо Святой Церкви в связи с 40-летием со дня рождения и десятилетиям трудов в личном секретариате Патриарха преподнесена памятная панагеи епископу Раменскому Алексию. Также были вручены патриаршие награды во внимание к помощи Русской Православной Церкви.